Привет! Сегодня я расскажу о новой видеокарте Гигабайт, которая обещает быть интересной как для геймеров, так и для профессионалов в области графического дизайна. Посмотрим, что из себя представляет это устройство и на что оно способно. Начнем с того, что видеокарта сделана по передовому 6-нанометровому техпроцессу. Это значит, что она эффективнее, использует энергию и обеспечивает высокую производительность. Плюс основана на графическом процессоре среднего размера, что довольно типично для карт среднего класса. Одним из ключевых моментов является поддержка DirectX 12 Ultimate. Это обеспечивает совместимость с последними играми и технологиями, такими как трассировка лучей и затенение с переменной скоростью. Стоит отметить, что видеокарта имеет 6-ядер для ускорения трассировки лучей, что значительно улучшает качество изображения в играх с поддержкой данной технологии. Теперь о памяти. 4 ГБ GDDR6 с 64-разрядным интерфейсом. Это достаточно для многих современных игр, но, возможно, не подойдет для самых требовательных настроек графики. Графический процессор работает на достаточно высокой частоте, что обеспечивает хорошую производительность в большинстве приложений. Интересный момент в том, что это однослотовая карта, которая не требует дополнительного питания. Ее максимальное энергопотребление всего 30 Вт делает ее отличным выбором для систем с ограниченным питанием или для апгрейда старого компьютера. В общем, перед тобой видеокарта, которая может предложить неплохие возможности для современных игр и графических задач, особенно если ты не гонишься за ультравысокими настройками в самых последних играх. Теперь перейдем к самому интересному – игровым тестам. Здесь я хочу показать, на что способна видеокарта в различных играх. Чтобы ты понимал, на какие настройки можно рассчитывать. Сначала CS2 на высоких настройках. Видеокарта выдает стабильные 68 фпс, что обеспечивает комфортную игру без поддергиваний. В Fortnite на средних настройках результат уже 56 фпс. Немного ниже, но все еще вполне играбельно. Особенно если воспользоваться технологиями улучшения изображения. В GTA 5 на высоких настройках видеокарта показала 70 фпс. Это действительно впечатляет для такого уровня видеокарты. И наконец в Overwatch 2 на средних настройках целых 116 фпс. Здесь видеокарта действительно показывает свои возможности. Не забывай, что технологии, такие как Intel X ESS и AMD FSR помогают увеличить фпс. Это особенно актуально, если ты хочешь наслаждаться играми с лучшей графикой, не покупая самые дорогие видеокарты. И так видеокарта справляется с современными играми довольно хорошо и даже в некоторых случаях позволяет наслаждаться высокими настройками графики. Отличный вариант для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео. Там ты найдешь ссылки на магазины, где можно приобрести эту видеокарту, а также скидочный промокод для выгодной покупки. Если у тебя уже есть опыт использования этой модели или ты хочешь выразить свое мнение, пиши в комментариях, мне будет интересно узнать твои впечатления. Не забывай ставить лайк, если видео оказалось полезным и подписывайся на канал Девайс, чтобы не пропустить новые обзоры. С тобой был Девайс, до скорых встреч и новых видео!